Привет, друзья! Сегодня мы хотим снять видео обзор на ревного акрила под названием Ярби Вот эта баночка Размер ванны у нас будет метр семьдесят Комплект 1,7 И мы посмотрим, почитаем Вот, что я держу в руках вообще Я хочу посмотреть Мне нравится очень сильно эта банка Как она запечатана То есть, это металлическое ведро Большая такая бутылка Сверху даже немножко пожелтел Отвердитель Такого желтого оттенка Но он уже пришел такой же То есть, был такой То есть, изначально Давайте посмотрим На весах написано, что масса 3 килограмма 100 грамм Мы взвесим на весах Посмотрим, сколько его на самом деле Здесь Посмотрим его в деле Посмотрим его плюсы-минусы Растекаемость И вообще дадим ему просто хорошую Либо плохую оценку То есть, чего он стоит Что на весах Так, на весах 3 килограмма 584 грамма То есть, будем предполагать Что здесь Грамм 500, наверное, это ведро будет металлическое И 377 грамм у нас отвердителя здесь Вместе с банкой То есть, с бутылкой Так, 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 так Что здесь написано Получается, что масса всего Самой массы Акрила здесь 3 килограмма 100 грамм А вообще всего вместе То есть, это 3 килограмма 650 грамм То есть, с отвердителем Ну, посмотрим Как его хватает, не хватает Вот, сейчас мы его замешаем Посмотрим, попробуем Для ванны Очень тяжело То есть, качественно запечатано Даже так Тяжеловато открывать его Консервная банка Может, кто-то по-другому как-то там открывает Пишите отзывы О, легко открылось Вот такая вот у нас жижа Видно, да? Видно, что он сам по себе Блин, окраской пахнет Живой какой-то растворитель Ну, я уже всегда говорил Что если Ну, это не говорит о том Что это плохой материал Если он пахнет красным Вот, хорошо Будем замешивать Смотреть Что он из себя вообще представляет Очень сильно хочется его То есть, как бы Проверить именно на ванне То есть Смотреть Материал сам по себе Наверное, ни на какой из материалов не похож Замешивать не совсем удобно мне Потому что ведро Комплект метр семьдесят Оно немножко повыше Оно выше То есть Если метр пятьдесят Или один и два будет Они будут меньше ведра Я вот только не помню Один и два, наверное, даже Что отличается от один и пять Хочется сказать вообще Что нам известно То есть Ну, по крайней мере Что лично мне известно То есть Насчет этого материала То есть Он производится Очень На большом заводе То есть В городе Ярославле Вот Это очень Хороший завод Они производят Большие Много-много Различных красок То есть Допустим На вагоностроительные заводы То есть Какие-то На экспорт Готовь То есть Это очень Там очень много Технологов Разработчиков Работает То есть Очень большой штаб И Не знаю Насколько информация Может быть Верная То есть Я могу ошибаться Есть такой Человек Титок То есть Вот этот Титок Вот этот человек С этой фамилией То есть Он Приехал на этот завод На Ярле Это было уже давно И попросил Разработать То есть Материал для ванн И продавал ванну Разработчики Сделали Материал И продавали Под брендом Экованна Вот Потом начали Продавать Под брендом Ярли Что-то у них Потом произошло Какая-то Большая партия Была бракованного Материала То есть И Не захотели Титок Возвращать И Титок Уехал Ушел Собственное Производство Открыл И сейчас Это Экованна То есть Таким вот образом У нас Родилось Два материала То есть Один остался Как на заводе Уже формула была То есть Разработана И они начали Производить А второй Начал Экованну То есть Производить Собственное Производство То есть На данный момент То есть Продает Такой торговый дом Кирюшин Кирюшин То есть Они продают Вот мы у них И покупали То есть Этот материал Вот Я уже его Пробовал Испытывал То есть Хочу еще Сейчас Специально для вас Снять обзор Ну Вообще Материал Замечательный То есть Мне Как бы Работать нравится То есть У него есть Свои плюсы И свои минусы То есть От того Плюсы То есть Это Что Ну В принципе Я не слышал Никогда От каких-то Мастеров Там Каких-то Больших Глобальных Каких-то Жалоб Что Что-то Может быть Как бы Неправильно Сделано То есть Как бы С этим Материалом Что Где-то Какое-то Шелушение Там Пожелчение Там Что-то Ну Что он Склонен Там Желчезнее Что-то Чему-то Я Я не слышал Что Много Кто-то Работал Этим Материалом Почему Потому Что У него Цена Большая Он Очень Дорогой То есть По крайней Мере Вот Этого Банка То есть Она Мне Здесь До Беларуси Приезжая В Беларусь Она Становится 1500 Россий Вот Это Еще Не Считает Даже Если 20% НДС От Этой Стоимости Нужно Платить Вот Минусы Это Какие То Что Цена Достаточно Так Завышена Тоже Пишите Ребята В комментариях Что Вы Думаете Об Этом И В данный Момент Минус Краска Запах Стоит Запах Сильной Краски Реально Как будто Пол Покрасили И Невозможно В комнате Находить Чувствуется Растворитель Насыщенный Запах Краски Так В принципе Я редко Мало Встречаю Мастеров Которые Очень Сильно Любили Этим Материалом Работать Почему Потому Что Цена Завышенная В принципе Это Еще Немножко Доложить И Можно Сделать Просто Две Ванны По Материалам Вот Мы И Пользуем Этот Материал Но Редко Кто Заказывает В месяц Одну Две Ванны Может Заказывают Эти Материалы Хотя Мы На Десять Долларов От Стандарта От Средней Цены На Десять Долларов Больше Цена По Реставрации Ванны И так Примерно Вот Уже Около Десяти Минут Я Мешаю Материал Материал Получился Ну Конечно Чем Даже Сравнить Сложно Что-то С чем-то Сравнивать Потому Что Вот Сейчас Он Жидкий Оно Видно Что Такой Жидковатый Конечно Он Не Настолько Жидкий Как Молочко Какое-то Но Видно Что Жидковатый Материал Но Еще Когда Материал Попадает На Ванну С металлом То У него Идет Вообще Реакция Это Уже Другой Момент То Другой Слой Ложиться Вот Я Не знаю Здесь Надо Выжидать Там 10-15 Минут После Замешания Или Ненужно То Есть Как Но В инструкции Не Написано Давайте Посмотрим По Адгезии Да Мы Видим Безусловно Ничего Не Могу Сказать Плохого Может Кто-то Скажет Или Подумает Что Я Неправильно Оцениваю Адгезию Но Адгезия Здесь Хорошая Я Не могу С первого Раза Даже Вытереть Просто Так Тяжело Сложно Вытереть Трапку Палку Адгезия Адгезия Думаю Что Здесь Адгезия Очень Качественная Сейчас Палка Нету На ней Ничего Но Она Липкая Адгезия Это Хорошая Адгезия Мы Все Подшпаклевали Чтобы Все Было Красиво То есть Сколов Ничего Нету То есть Ванна Обработана Полностью То есть Посмотрим Как Она Перекрывает Вообще Как Растекаемость Как Укрываемость Вот Ну Что Приступаем Ядро Очень Большое А Материала Мало То есть Я Думаю Это Как Минус Замешивать Плохо Ядро Большое Наливать Тоже Тяжело Толго В этих Плохо Здорово Здорово Большое так как здесь борты очень широкие и я хочу очень качественно сделать я буду сейчас бортов немножко разравнивать то есть разгонять материал что первое вот тоже мне очень как бы не сильно нравится то есть мы видим да покажи кислород кислород виден то есть материал наливаешь обогащен то есть как бы кислородом так вот я просто знаю что здесь очень много материала мне все мастера говорили что именно вот этот материал то есть с легкостью комплектом 1.2 хватает на ванну 1.5 но я так не работаю то есть мне люди платят деньги и мы не халтурой не теряем материалом как бы очень легко работать вот я думаю что если простой человек купит этот акрил посмотрит какие-то уроки на ютубе скорее всего он с легкостью сам это покроет в ванну если конечно не будут на комплектах экономить так вот мы разлили дальше я буду сейчас наливать на борты посмотрим его растекаемость материал когда попадает на руки тоже его как бы сложно тряпкой просто стереть вот приходится растворителем его смывать я знаю что у каждого мастера своя технология но я одной технологией как бы снимаю все обзоры то есть все материалы я снимаю одинаково мы не не добавляли никакие растворители никакие разбавители растекаемость действительно хорошая легко текется вроде бы еще на бортах что-то остается то есть укрываемость тоже хорошая хорошо растекается и хорошо укрывает этот материал я на дво ставлю а вот этот просто не выгляну вот таким вот образом я хочу дать совет Всегда внутри банки остается всегда краска Никогда нельзя ее шпателем, ничем оттуда вымазывать Пытаться больше на ванну выкрасить Чтобы больше материала осталось на ванне Не пытайтесь этого сделать Возможно там будет что-то недомешанное Еще что-то от этого будет непромешанное Я думаю, что материала здесь точно 100% хватает Я уже вижу это и чувствую Потому что он сам по себе хорошо выложится Пузыри всегда там где я работаю Вслед за мною ползут, ползут На бортах ванны, посмотрите Там передалось, не передались пузыри На бортах ванны, где вы наливали Здесь уже нету вроде бы Я работаю без фена Материал хранился при комнатной температуре Чувствуется, что он такой немножко жидковатый, конечно Но не всегда это на качество влияет Потому что очень важна еще адгезия сама Запах, конечно, стоит приличный здесь Краски Я сейчас шпателем, получается, нагоняю материал туда Где его немножко не хватило Сейчас чтобы равномерно У меня еще на материала много Именно на дно осталось Материал, как бы если на глаз смотреть То есть такое ощущение, что Чуть-чуть такой немножко серого такого Севизны такой добавлено больше в нем Такое ощущение ну вот теперь заканчиваем уже осталось только вот это вот вывернуть на дно если на пальце допустим попал и очень тяжело стереть то есть нужно растворителем чем-то хорошо прилагать усилия но очень очень липкая то есть просто чувствуется как липко так ну теперь самое главное проверяем пробуем дно чтобы разошлось я видел как дно тоже выравнивает разные мастера по-разному некоторые широким спателем некоторые зигзагообразным движением а некоторые гребенкой вот на следующем видео мы покажем именно как это делается с ребенкой небольшой температурой просто воздухом пройдусь чтобы не было кислорода если где-то и остался кислород скорее всего можно просто выгонить так друзья как мы видим наша ванна уже подошла к завершению работы вот такое вот чудо чудо ванна получилось с материалом ярли что хочется сказать вообще плюсы хорошая адгезия хорошее имя проблем вроде бы таких глобальных никогда не было по материалам минусы какие то есть запах сильно стоит вонь то есть не каждому клиенту это понравится да и мастеру то есть запахом не помешало бы подработать то есть как бы разработчиков цена не знаю если она из банки стоит только дорого то есть то лучше сделать подешевле пластмассовые банки то есть все равно наш материал то есть этот ярли его не используют в германии его использует там своя технология свои производства поэтому если это евро банка то есть примеру да то лучше конечно сделать чтобы доступно было для нас для ресторатора в принципе материал классный укрываемость хорошая хороший глянец блеск я очень доволен то есть я думаю что себе бы дома я бы делал бы эти материалы если есть какие то у вас проблемы вопросы пишите в комментариях ставьте отзывы какие-то пишите ставьте лайки либо дизлайки каждый ваш комментарий она будет давать нам толчок для рождения нового видео всем удачи и благополучия процветания в бизнесе с ресторацией вам это это это